Во дворце культуры сельского поселения совхоз имени Ленина собрались жители, чтобы послушать отчёт о работе местной администрации главы поселения Елены Добренковой. Елена Ивановна всегда, чтобы ей вопрос не задал, какой любой домашний или общий, Елена Ивановна всегда отвечает и всегда с душой. Перед началом мероприятия в фойе можно было проконсультироваться по личным вопросам с представителями служб и организаций, осуществляющих свою деятельность в поселении. Жители совхоза Сергея Ковалёва волновал вопрос льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг. Ответ по интересующей его теме он получил. Что не решается здесь, они берут на решение и в течение 10 дней они дают ответ по тому или иному вопросу, который задаётся здесь. Основная задача местной власти – обеспечить комфортные условия жизни и выстроить диалог между жителями и администрацией. Мы работали над выполнением той основной задачи, которую мы перед собой ставили – это построение территории социального оптимизма. Мы стремились к этому. И судя по тому, как отзываются люди о работе администрации, вообще о жизни в поселении, у нас это в основном получилось. И хочется верить в то, что это будет продолжаться и с построением городского округа. Во время отчёта Елена Ивановна подробно рассказала об исполнении бюджета за прошлый год, о проведённом в поселении благоустройстве, о работе в жилищно-коммунальной сфере. Один из важнейших пунктов деятельности администрации – работа с обращениями граждан. За период 2019 года в администрацию сельского поселения поступило письменных обращений от жителей посёлка значительно меньше, чем ранее. Это обусловлено ростом информатизации. Жители поселения, проявляя свою бдительность, не оставляют без внимания ту или иную проблему, обращающуюся в портал Добродел, где обработка проводится в упрощённом варианте и в сокращённые сроки. Также перед собравшимися выступила председатель местного совета депутатов Наталья Потапкина. В отчётном году было проведено 14 заседаний совета, на которых было принято 43 решения. Советом депутатов установлен налог на имущество физических лиц на 2020 год, установлен земельный налог на 2020 год, принят бюджет на 2020 год и другое. В этом году планируется продолжать развитие территории поселения теперь уже в составе Ленинского городского округа. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.